3 апреля 2022 года следователь из полицейского управления Майами ответил на звонок, в связи с сообщением о нападении. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили молодую женщину, прижимающую к груди тело темнокожего мужчины, у которого было ножевое ранение в грудь. Молодая женщина будет идентифицирована как 26-летняя Кортни Кленни, которая держала на руках своего 27-летнего парня Тоби. Тоби должен был быть доставлен в мемориальную больницу Джексона, где к сожалению он будет объявлен мертвым в результате ножевого ранения. Это была ужасная сцена. Капли крови начинались на кухне и вели в главную спальню. Возле дивана полиция обнаружила окровавленный нож. Казалось, что Тоби потерял сознание, прежде чем попытаться сбежать через парадную дверь. В участке Кортни была в полном смятении, когда узнала, что ее мужчина скончался от полученных травм. Она вспомнила события того дня и рассказала следователям, что они отправились на прогулку со своими собаками, а затем Тоби ушел в ресторан, чтобы купить им пару сэндвичей. Кортни была очень успешной вебкам-моделью. Они начали отношения в ноябре 2020 года. Тоби родился в Техасе, где он получил футбольную стипендию и учился в Техасском техническом университете на инженера. Техас также является местом, где он впервые встретил Кортни. Друзья описывали Тоби как яркую личность со свободным духом. К сожалению, за время их почти двухлетних отношений поступило множество сообщений о домашнем насилии с обеих сторон. Например, в июле 2021 года Кортни была арестована за домашнее насилие над Тоби. Соседи пары сообщили, что постоянно слышали, как в их квартире происходили ссоры и драки. Полицию вызывали неоднократно, и дела становились настолько плохими, что управляющая компания подала в суд, пытаясь выселить их. Кортни и Тоби ссорились, расставались, а затем мирились, это был токсичный цикл их отношений. 3 апреля Кортни сказала, что это был хороший день для их пары. На самом деле, они только что возобновили свои отношения за пару дней до этого после большой ссоры. Пока Тоби отсутствовал, Кортни воспользовалась возможностью выйти в прямой эфир и записать пару роликов. На самом деле, ничто не выглядит или не кажется необычным, и ничто не могло заставить людей поверить, что Кортни зарежет своего парня чуть позже этим днем. Вскоре после того, как она опубликовала видео, Тоби пришел домой, и между парой завязалась драка. Кортни давала противоречивые показания о том, что произошло. В одном из сообщений она сказала, что когда Тоби приехал домой, он стал жестоким по отношению к ней. Она сказала, что он прижал ее к стене, а затем бросил на пол. Она попыталась убежать от него, предварительно схватив нож и бросив его в тело мужчины. Она утверждала, что сделала это только для того, чтобы удержать Тоби подальше от себя, и что она не хотела, чтобы он серьезно пострадал или умер. В другом сообщении она в основном отказалась от своего заявления. Она сказала, что они с Тоби все еще были в ссоре, и что они не помирились, а просто жили вместе, поскольку Тоби преследовал ее. Как бы то ни было, похоже, что пара основную часть времени жила вместе в своей квартире. Что касается заявления Кортни о самообороне, это была очевидная ложь. Во-первых, на теле Кортни не было никаких повреждений, которые подтверждали бы ее рассказ об инциденте. Во-вторых, было проведено вскрытие. Главный судебный эксперт отметил ножевое ранение в верхней правой части груди Тоби и сказал, что он не верил, что нож, брошенный с расстояния трех метров, мог так глубоко вонзиться в грудь жертвы. Мама Кортни сказала, что когда они с дочерью разговаривали по телефону, она слышала, как Кортни кричала на Тоби, чтобы он покинул квартиру. Она не стала вдаваться в подробности о том, о чем спорили ее дочь и Тоби. Однако это оказалось ложью, поскольку час спустя полиция обнаружила текстовые сообщения между матерью и дочерью, в которых мама Кортни просила ее ничего не говорить следователям без адвоката и говорила о самообороне. До сих пор не ясно, о чем был спор, который происходил в квартире, когда Тоби пришел домой. Однако, вполне вероятно, что удар ножом произошел, когда Кортни говорила по телефону со своей матерью. 9 августа 2020 года, через 4 месяца после того, как Тоби был зарезан, Кортни была арестована за убийство на Гавайях, где получала помощь в медицинском центре, выздоравливая от злоупотребления психоактивными веществами и посттравматического стрессового расстройства. Семья Тоби была недовольна тем, насколько медленным был судебный процесс. Они считают, что это потому, что Кортни – традиционно привлекательная белая женщина, и поэтому к ней относились с почтением. Если бы роли поменялись местами, и удар ножом был нанесен Кортни, а преступником был Тоби, многие склонны думать, что он был бы немедленно арестован. Вскоре после ареста Кортни появилось очень ужасное видео. В нем запечатлена ссора между Кортни и Тоби в лифте за несколько недель до его смерти. Кортни бьет мужчину в то время, когда он пытается оттолкнуть ее. Это лишь краткий обзор того, что происходило между парой на довольно постоянной основе, совершенно ясно, что Кортни является агрессором. Однако важно отметить, что во многих полицейских отчетах, которые были поданы в результате домашнего насилия, оба человека были названы агрессорами в различных ситуациях. Адвокат Кортни выступил с заявлением, в котором говорилось. Позор, что прокуратура штата пытается выиграть это дело в суде общественного мнения, показывая неуместное и, вероятно, недопустимое видео, на котором Кортни в лифте занимается физической расправой. Тоби был насильником, он манипулировал и оскорблял Кортни наедине, когда думал, что рядом никого нет. Не забывайте, что первоначальное расследование, проведенное полицейским управлением города Майами, выявило независимого свидетеля, который видел, как Тоби ударил Кортни по голове. Никто никогда не отрицал, что у Кортни и ее обидчика были бурные отношения. Прокурорам неуместно пытаться очернить сообщество против Кортни до такой степени, что она не сможет добиться справедливого судебного разбирательства. Решение об обвинении в этом деле должно было быть принято на основании доказательств того, что произошло в тот вечер в квартире, и ничего более. Это случай самообороны, и факты, которые будут представлены на суде, докажут это. Также были друзья и соседи, которые выступили, чтобы рассказать о постоянном конфликте, свидетелями которого они лично были между Тоби и Кортни. Таким образом, обвинение считает, что это еще один инцидент с домашним насилием между парой, который закончился тем, что Кортни убила Тоби, а команда защиты утверждает, что Тоби даже не жил в квартире и что Кортни просто защищалась от его физического нападения. Кортни не признала себя виновной по обвинению в убийстве и теперь ожидает суда. Обвинению предстоит доказать, что это не было делом самообороны, а вместо этого Кортни хладнокровно убила Тоби. А что думаете вы? Оставляйте ваше мнение в комментариях, спасибо за внимание и до скорого!